подарки за подарками вчера я вам говорила что нас не было при вы уже видели это мы себе а сегодня заказывали раз звонок подарок какой-то может для кошечки смотри тут кошечка нарисована покажи мы даже не знаем от кого может может ну вот прикиньте ну открываем посмотрим я открою посмотрю чё это такое даже без понятия кто прислал никто ничего не писал никто ничего не предупреждал не знаю даже блин надо что надо ну давайте до кошечка мне кажется это просто коробка ну давай открывай посмотрим если конечно для меня подарок а я не могу я так простыла у меня здесь так и он наклеила видите лейкопластырь вот так свистит мой сильно так простыла вообще тогда вы уже быстрее мне открывается не знаю платье что она дай мне эту бумагу я не знаю вот это флаг германии это скатерть пожалуйста люди заказали кто-то прислал в подарок чтобы у тебя не только салфетки были не только салфетки так что пожалуйста это сто процентов люди которые живут здесь германии огромное спасибо никто мне ничего не писал я даже не знаю так что не пишите видите даже есть скатерть и такие вот она из клеенки ну такая проклеенчатая то есть ее хорошо вытирать понятное дело что только на ней не резать хорошая хорошая скатерть да и такая вонючая вонючая но не пахнет сильно вне вонючая длин хорошая вот пожалуйста те кто не знал вот такая скатерть вот такая вот скатерть на стол ну это наверное к футбольному матчу ну огромное конечно спасибо очень приятно обязательно постелю тех будет у меня мне теперь не только будут салфеточки мне теперь будет и скатерка так что те кто которые это наверное а я думаю что это такое напишите кто это я не клянусь даже не знаю напишите ватсап ну сто процентов наверное люди которые проживают здесь в Германии сто процентов спасибо огромное вот я думаю что это немцы ну я имею ввиду что не наши не украинцы нет которые люди живут в Германии это вот я думаю что такой подарок огромное спасибо видите такая скатерть как раз угадали полностью для стола ты думаешь ну давай накроем посмотрим можно накрыть сейчас я накрою и покажем можно это черной стороной она потом разы отлежится о гостина знаете какая прелесть ой ну спасибо вам огромное желтого многовато надо чтоб посредине было и черное и желтое о о не не это много о вот так нет нормально смотри чуть чуть желтого теперь маловато нормально нет надо чтоб посредине покажу она потом отлежится нет еще раз говорю огромное кто сделал такой шикарненький подарочек теперь теперь главное чтоб копейки не залезли и не подрали не ушу не они могут цепляться не 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 подерут они еще у меня под присмотром не ну так знаешь так вот на стульчике будет сидеть так раз раз рукой все так все пожалуйста не только есть салфетки но есть еще и скатерть ну что хороший скатерть еще раз огромное спасибо даже не знала думаю ну что такое что за почта ничего не жду ничего не должно прийти баха я думаю это строители спасибо огромное красивое теперь будем буду вас вспоминать хорошими словами теперь надо букет цветов здесь такой большой надо мне всегда практически цветы есть сейчас только это так и стараюсь чтобы у нас были цветочки все вот такие вот пироги как раз к футбольному матчу буду теперь смотреть футбольные матчи пить пиво за этой скатертью и болеть за команду Германии потому что команда Украины вчера продула со счетом 3-0 а да украина продула 3-0 вообще матч был ни о чем я мы не смотрели нас не было не было возможности посмотреть а потом уже новости смотрю 3-0 блин в сухую представляете в сухую продули ну шо ничего не поделаешь ну шо ничего не поделаешь играть надо лучше выиграть сильнейший выиграть сильнейший правильно я думаю что победит сборная Германии конечно победит сборная Германии в общем посмотрим они хорошо играли самая лучшая играла команда вот из всех которые мы видели чемпионат чемпионат и было вообще классно и там было интересно их смотреть вообще матч ну в общем посмотрим заболела ой-ой-ой какой у тебя кашель просто ужас Юль ты знаешь что нормальные люди обедают уже я еще не обедала уже и позавтракать надо было успеть и пообедать ты знаешь об этом я думаю спасибо Юля а потом на ночь будешь наедаться да потом сейчас есть даже вообще не хочется наверно массажер помог а что ты не массажер и не сидишь пока не это что не это потом по поле сделаю так надо было одеть массажер и сидеть пусть бы он тебе дребезжал на я вам смотрю весь капель все засрана прыжка лежала на мультиварке вот мультиварка теперь пахнет как пахла капустой ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй вы видели какое уже строительство развернулось сейчас я вам покажу это буквально за 18 дней нормально да это они что-то не работают третий день мы же знаем что-то сделали может ждут какую-то усадку или еще что-нибудь а может уже нету этих кирпичей может кирпичей ждут этого мне точно нет нормально в общем к осени уже будут новые соседи ну а что свой дом всегда классно вот я не пойму батон зачем ты залазишь на стул хочет чтоб на тебя сели его раздавила хочет чтоб ты на него села там сковородку сейчас заночу в сковородке гречка варила гречка да там надо гречку доедет что там вот в пиалке такой жир какой выбросите это что то с этого какого со сало вот то когда я делала сало а потом я его разогревала и ложила в себе в суп гороховый ну то в кашу гороховую он нормальный но он свиной ну он свиной ну смотри сама я пойду какую-нибудь передачу посмотри пока откиснет сковородка а то вот эти вот гречанки вот эти вот прилипли угу и надо обед готовить угу а что ты будешь готовить это мой секрет бог шуму это как я покажу вам ну давай дуле целый день у тебя вода хлещет да я не экономлю на себе нормально что не экономишь на себе чтобы сделать так делаю смотрите очень вкусное делаю блюдо я рекомендую значит не затеявливаю не надо вам заморачиваться так три помидора вот это надо чуть чуть лариса сказала что вот эти помидоры я все время пузом включаю стиральную машину это помидоры вкусные я ела сегодня лариса сказала что эти помидоры вкусно ну бывает такое что пыль для этого а это микроволновка так я себе готовлю обед так три помидора ну хотите возьмите два хотите возьмите четыре нет ну для в рецепте три помидора вот три помидора вообще-то надо выдерживать всегда я люблю когда выдерживают этот когда есть рецепт рецептуру не надо своего добавлять попробуйте сначала так как в рецепте а потом уже так будете знать что вам добавить или что убавить так вот это серединку ой старостная радость три сейчас режу в общем три помидора дальше что потом будешь делать яичницу с помидором или ты не любишь яичницу с помидором любишь укропчик а что ты больше любишь укроп или петрушку смотри где я езжу в супе то петрушку с этим да ты не жалей бери укропа сколько хочешь если 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 этот суп я люблю капусту с укропом если суп с курицей то я люблю конечно петрушки туда положить она придает более вкусной петрушки так теперь укроп помойки их всегда у них укроп желтоватый они будут на 3 помидора целый пучок будет многовато и дороговато он стоит 2,50 2,50 дорого да и дороговато а петрушка может и 70 центов стоит на евро хорошо же есть в некоторых странах вообще укроп это дефицит так сейчас еще один волшебный ингредиент сейчас я достану его волшебный ингредиент ой чеснок а что ты такой берешь чеснок а не маленький это уже какой-то старый нормальный я думаю такой зачем тогда покупать если не ну так можно в мясо это ложить там еще куда-то я маленький там такой прикольненький кругленький так что я делаю в чесноке вот видите это чеснок старый в общем еще того года вот это я всегда вот эту зеленую часть я вынимаю сердцевину хочу она горчит вот поэтому чтобы он не горчил да не знаю понятно сейчас начищу давай а ты что побольше получу чесночка да так хотите через чесночницу а я так порежу вот так ингредиенты ну это чеснок произвольно в общем это на вкус специи на вкус и что еще будешь туда ложить вот и потом еще волшебное одну средство сейчас положу один волшебный ингредиент я побольше чеснока положу а перец не хочет туда болгарки положить а в детстве мама нам делала такой салат еще с огурцами да мне нравился вкус молодая картошечка с укропчиком рыбка и салатик так огурец мы не можем и теперь все это завершает щепотка соли вот оказывается какой у тебя ингредиент секретный щепотка соль а нет и волшебный ингредиент это масло оливковое ну ложка хватит все теперь все это смешать пожалуйста Юля обалденный обалденный салат смотрите какой сейчас они подружатся сейчас это все постоит пахнет вкусно и укропчик и чеснок пахнет все вот такой я вам делала салат дала вам такой классный рецепт вот я уверена что это новинка в этом сезоне ну да ну да так что а в следующий раз я вам сделаю в общем ресторанное блюдо а это домашнее ну это более для дома подходит как сказать по деревенски по домашним по домашним раз раз все быстро нам делал и вуаля это салат салат а